Очередное планерное совещание прошло в зале администрации муниципалитета. Глава района Заурха Мирзов вместе с заместителями, начальниками отделов и управления администрации района, главами сельских поселений обсудили текущие вопросы, главными из которых по традиции стали санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе и ход вакцинации против коронавирусной инфекции. Поприветствовав участников планерки, Заурха Мирзов первым предоставил слово начальнику отдела по делам ГОЧС Николаю Звереву. Который в свою очередь дал общую оценку эпидобстановки в районе и мероприятиям, которые проводятся в рамках профилактики против вируса. За три дня, за пятницу, субботу и воскресенье на территории района заболело 41 человек. 49 человек выздоровели. На сегодняшнюю дату на лечении находится 243 человека. Из них на амбулаторном лечении находится 202 человека и на стационарном лечении 41 человек. В неделе продолжалась работа межрежиссных рабочих групп по проверке соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактическим действиям по коронавирусной инфекции. Значит, группами было проведено 180 проверок. За нарушение рекомендаций Роспотребнадзора было составлено 13 протоколов. Ведущий специалист-эксперт отдела управления Роспотребнадзора по республике Адыгея в Шовгеновском, Кашхабльском и Геогинском районах Василий Слюньков в своем выступлении отметил, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу продолжающейся угрозой распространения COVID-19 и ростом числа заболевших главным санитарным врачом по республике Адыгея было подписано постановление о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям. В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания. Тему вакцинации продолжил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. На сегодняшний день по Кашхабскому в целом провакцинировалось 10 354 человека, что от геродионного плана составляет всего лишь 55-87%. По остаткам вакцины спутник Ви достаточно 1823, есть также эпидемия корона 199, спутник Ви 522 и даже поливак 67 доз. Хотелось бы отметить, что спутник Ви у нас 5-дозный, то есть необходимо обеспечить не менее 5 человек, чтобы этот вакон можно было использовать. По эпидемия короны поливак там 1-дозный, если будет живающий, можно его сразу неожиданно присидеть в очередь и использовать. В рамках планерки были обсуждены другие немаловажные вопросы. Это набор добровольцев в проект БАРС, реализация программы комплексной развития сельских территорий на 2022 год, о проводимой работе по достижению показателей дерева целей, а также исполнение налоговых и неналоговых доходов в целом по району. Подводя итоги совещания, глава района дал ряд поручений по обсуждаемым вопросам и нацелил присутствующих на совместную плодотворную работу.